Людям это очень не понравится, то, что я сейчас скажу. Мы сейчас с вами вступаем на очень скользкую тему. Есть ли тебе теперь ради чего жить? Павел Евдокименко, врач номер один на ютубе. Он не прыгает в костюме матки по студии, не разговаривает с черным вороном, но его видео все равно собирают более трех миллионов просмотров. В чем секрет успеха доктора Евдокименко и почему на самом деле человек болеет? Ютуб получился совершенно случайно. Я просто выложил несколько видео, сделал себе канал, залил просто так, я не знаю почему вообще. Как хостинг такой. Ну да, ну чтобы они сохранились. Проходит какое-то время, у меня есть приятель, который занимался в то время ютубом, мы что-то опять с ним заговорили про телевидение, он говорит, какое нафиг телевидение? Ты на свой канал давно заходил? Я говорю, а чего? Говорит, ну у тебя уже там 10 тысяч подписчиков. Люди, говорит, годами набирают эти первые 10 тысяч подписчиков, это сложно, а у тебя они уже сами пришли. Мы посмотрели, что суммарно все ваши видео просмотрело уже больше 200 миллионов человек. Как отразилось на вашу карьеру врача вот ваша популярность на ютубе? Вообще практически никак, потому что у меня и раньше была запись надолго вперед ко мне, она так и осталась. Вы хотите сказать, что от того, что такое количество людей вас смотрит, за вами наблюдает, от этого поток клиентов не увеличился? Дело в том, что я могу принять в день определенное количество людей. Да. И я никак, даже если я захочу, я не смогу принять больше. Поэтому, что у меня раньше была запись долгая, что сейчас. Не ради этого все это делалось. Вот если я сегодня к вам приду пациентом, сколько мне нужно ждать очередь? Ну, месяца три. Три месяца? Только это можно? Нет, ну у меня же нету, у меня же не реанимация, ко мне люди идут не с, как правило, не с экстренными, а потом, а что я могу сделать, да? И принимать больше людей, и выгореть, я через это проходил, да? То есть я лет 7 назад выгорел так, что вот уже вообще, ну, то есть работа была не то, что неинтересна, а ты не хочешь на нее идти, вот категорически, поэтому я не могу увеличить поток пациентов, то есть, поэтому, да, вот приходится где-то что-то, как-то регулировать этот процесс. У вас как-то поменялась стоимость ваших услуг? Нет. После того, как возникла такая популярность? Нет, для меня вопрос поднять цену, это всегда довольно болезненно. Я просто все-таки хочу понять, зачем вы ведете YouTube? Окей, вам это нравится, вы получаете удовольствие. Так это главное в жизни. Окей, а с коммерческой точки зрения? Потому что там реклама вас вроде нет особо. Ну, сейчас появилось, да, мы из минуса вышли только, по-моему, год назад, до этого был минус. Да нравится. Вот люди не понимают, что если ты делаешь то, что тебе нравится по-настоящему, оно со временем приносит успех. А если ты изначально затеваешь это только ради коммерции, не факт, что у тебя это получится. Подождите, он только недавно вышел в плюс, то есть до этого вы из своих денег еще все это уносили? Сколько лет получается вы работали на YouTube? Ну, года 3-4 я либо в минусе, либо в ноль работал. Но в плюс вы вышли за счет чего? Интеграция пошли? Нет, пошли. Ну, какие-то рекламы пошли, что-то стал YouTube доплачивать. Ну, то есть на самом деле мы еще очень долго не включали монетизацию на нашем канале. Потом уже выяснилось, что из-за того, что мы не включали... У нас уже случился миллион подписчиков, а мы не включаем монетизацию, и нам не присылают золотую кнопку YouTube. Я пишу в техподдержку, а мне пишут, а вы что сюда пишете? У вас не стоит галочка, вы не партнер YouTube, условно говоря, и никакая золотая кнопка вам не полагается. Ну, и в тот день я сломался, да, мы включили монетизацию. Ради золотой кнопки все-таки? Да, честно скажу. А потом выяснилось, я не знаю, случайность ли это была, но как только мы включили монетизацию, канал пошел в рост на тот момент гораздо быстрее. Ну, конечно. А я не знал этого. То есть я еще раз, я не хотел включать монетизацию, чтобы наши зрители не смотрели рекламу. То есть, ну, да, я что-то в жизни понимаю по-другому. То есть мне хотелось, чтобы человек включил наше видео, без рекламы посмотрел. Думаю, человек болеет, а ему тут рекламу надо смотреть. Ну, вот. Видимо, этот канал очень сильно тормозило. Наверное, мы бы наш миллион подписчиков набрали быстрее, если бы у нас была включена монетизация. А может быть нет, я не знаю. Больше всего, что меня удивляет, вот при вашей популярности, при том, что у вас очередь пациентов, почему вы работаете в каком-то медицинском центре? Почему не откроете свой? Это же так напрашивается. Если открывать свой, это уже быть не совсем врачом, а это быть организатором. Я понимаю, что теоретически, ну, я был в своей жизни неоднократно организатором, да, вот пока учился в институте. Я понимаю, что я бы смог это сделать, но тогда уже надо быть, надо бы перестать быть врачом. То есть, или-или, или ты организатор, или врач. Я очень мало знаю людей, которые смогли остаться и тем, и другим. Это во-первых. Во-вторых, я знаю очень много случаев, когда человек достаточно грамотный и популярно открыл какой-то медицинский центр, а его надо банальным отбить по деньгам. А не получается на том потоке пациентов, который был. И человек начинает придумывать какие-то схемы, а это неизбежно приводит к качеству его медицинской работы. Ну, не хочется мне идти этим путем. Не хочется решать вот этот конфликт коммерции против медицины? Да. А мне и так хорошо. Зачем? То есть у меня был этот период, когда я хотел открыть центр, ко мне приходили люди, давай мы идти откроем. Очень часто упиралось в то, что я им давал некий расклад. Говорю, ребят, обманывать пациентов я не буду. Вот если работа честна, то-то, то-то и вы получите. Они такие, ой, экономика не сходится. Они говорят, не-не, с вами работать не интересно. А давайте подумаем о каких-то схемах. Я говорю, нет, я никаких схемах думать не буду. Все. На этом разговор заканчивался. Я там работаю именно потому, что там нет вот этого. Ты должен развести пациента на такую-то сумму, да. Я приходил в один центр, не буду его называть. Там унитазы практически золотые. И меня тогда очень хотели зазвать, но мне говорили, Павел Валерьевич, пациент, если к нам пришел, он должен оставить здесь 50 тысяч. Как минимум. Вот. Иначе вы нам неинтересны. Я говорю, ну, нет, спасибо, до свидания. У меня пациенты не ходят ко мне там по 10-20 сеансов. Я вообще очень не люблю, когда много сеансов происходит, потому что это, как правило, означает, что я ничего-то не доработал. Вот. Я обычно пришел один-два раза к человеку, я ему подобрал лечение, ну, три раза. И ему говорят, дальше делаешь то-то, то-то. Вот гимнастика, она бесплатно лежит в Ютубе. Вот. Да, сразу говорю, что если человек не хочет делать там гимнастику, то вот болезнь состава, они без гимнастики практически не лечатся. Вот. Если человек делает, то ему ко мне дальше ходить не надо. Как правило, ну, за редким исключением. Если я вижу, что что-то не пошло, да, два-три сеанса, ну, я заранее часто предупреждаю, что вот у нас с вами 50 на 50. То ли пойдет, то ли придется делать вам операцию. Но уже после второго-третьего нашего сеанса, нашего встречи, становится понятно, что человек либо идет, дальше лечение хорошо, либо ему надо сдаваться хирургом. Я об этом обычно предупреждаю заранее. В общем, мы арендовали спортзал с настольным теннисом. С удовольствием. У нас там, правда, уже идет аренда, но мы сейчас туда подъедем и сыграем протечку. И там продолжим все. Да, но это будет очень, с моей стороны, я когда-то умел играть красиво, но не очень хорошо, или могу играть с большим шансом выиграть, но это будет некрасиво. Но чтобы вы понимали, что всерьез я не играл, вот именно всерьез с медучилища, а это прошло уже, сколько лет, Поэтому не знаю, что получится. Но вы считаете, у вас есть шанс? Не знаю, я же не знаю, сколько хорошо вы играете. Ну я так. Чуть-чуть. Пошли попробуем. Хорошо, поехали. Это позор, конечно. Подавайте. Ну что, хотите сыграть в чем протечку? Ну давайте так, чтобы не совсем их... Ну давайте. Давай, сберед! Все. Ну я уже все конкретно, уже все. Вы неоднократно говорили, что нельзя все причины заболеваний сводить к одной теории. Так что есть и психосоматические причины, и экологические, и инфекционные. Но вот по вашим наблюдениям, какой процент, примерно, в среднем, какой процент заболеваний основан все-таки на психосоматике? Людям это очень не понравится, то, что я сейчас скажу, потому что всегда проще обвинить во всем экологии, еще что-то там, не знаю, какие-то независимые от людей обстоятельства. И люди очень не любят, когда им говоришь, что 60-70% болезней это психосоматика. 60-70%, то есть больше вероятность? Большая часть. То есть если у вас сейчас есть какое-то заболевание, то вероятность того, что это психосоматическое, это с большей вероятностью. Если у нас в семье кто-то заболевает, а поскольку у меня, так сказать, семья продвинутая, и сын уже в этом продвинутый, и жена тем более, то если кто-то у нас заболевает, первый вопрос. Любимая, любимая, что у тебя не так? Давай выговаривайся, рассказывай, надо выяснить, потому что пока вот это не устранишь причину, болезнь будет очень долго, станет просто хронической, и это первое. Второе, есть, конечно, люди, ну скажем так, как бы это сказать, земного типа, приземистые, они меньше болеют от психосоматики, то есть им надо перебрать эмоции, чтобы заболеть. И есть люди, ну, относительно легкие, такие, ну я бы сказал, духовные, вот они заболевают по эмоциональным причинам гораздо быстрее. То есть, грубо говоря, человек, который пашет физически, но, кстати, сбрасывает свои негативные эмоции через вот эту физическую работу, ему нужно хватануть больше эмоций, чтобы заболеть. Но уж если хватанет, так хватанет. А человеку, который ведет такой образ жизни легкий, да, или он творческий, например, работает, менеджером, переговоры. Ну, в офисе у них там вообще хронический стресс, они все на психосоматике. А если человек ведет творческий образ жизни, то ему порой достаточно не так сильно психануть, и он же получает какую-то легкую, как правило, поначалу болячку. Но люди очень не любят говорить о психосоматике, потому что гораздо интереснее людям сказать, вот, виновата физическая причина, да, а тут что, я к психологу должен ходить? Или что, а теперь, чтобы вылечиться, должен, опять же, с психологией разбираться? Вы мне дайте таблетку, я хочу вылечиться сразу. Ну, это банально. А давайте, может быть, не все же понимают это, давайте дадим определение, что такое психосоматика. Психосоматическая болезнь, это болезнь, которая возникает из-за каких-то сильных негативных эмоций, из-за сильных переживаний, из-за сильного стресса, из-за постоянного постоянного нервного напряжения, например. То есть, это болезнь или заболевание, причинами которых являются эмоциональные переживания? Ну, упрощенно. Я, кстати, вот заметил, знаете, когда, например, я хожу на спорт, и у меня позитивные мысли, сейчас смогу, что там, я потом выхожу на драйве, а если я, наоборот, ой, почему я должен, я не хочу, лучше бы отдохнул, то выхожу, все равно плохое настроение. Ну, я вообще говорю, чтобы сбросить негативные эмоции, нужно, первое, это физическое воздействие, то есть, нагрузка какая-то, и второе, желательно, чтобы был в хорошем смысле азарт, тогда сбрасывается стресс лучше всего. Ну, вот у доктора Евдокименко, например, когда он в стрессе, или когда у меня какие-то тяжелые там, переживания, размышления, я там могу, особенно за границей, по 30 километров ходить в день. В Москве поменьше, конечно, но, в общем, все равно, помного. Гуляем с Ланой, с женой очень много, то есть, это вот наш антистресс. Глубинная обида может вызывать рак. Где вы смогли такое подметить? Ну, у меня было очень много пациентов, которые приходили, ну, не лечить ко мне онкологию, я не лечу онкологию, но они приходили по каким-то там причинам, мы с ними обсуждали их онкологические заболевания. И, когда мы это разбирали, почти всегда можно было найти, что у человека глубинная обида. Ну, могу рассказать об одном примере. был замечательный человек, мой пациент, сначала мы ему лечили колени, вот такой мужик, врач, потом в какой-то раз он ко мне приходит, говорит, Павел Валерьевич, подправьте мне коленки, но вообще-то последний раз. Я говорю, что случилось? Он говорит, а, рак поджелудочный. И мы с ним сели, он мне был очень, не знаю, близок, дорог, ну, вот бывают, родные какие-то души. Мы с ним проговорили больше двух, по-моему, три часа, ну, больше двух, это точно. Мы разбирали, почему, что, как это случилось. Мы выяснили, от чего он заболел, то есть у него реально, брак поджелудочный, это очень часто обидно на жизнь. У него очень сильно обидно на жизнь, потому что погибла его дочь. Любимая, естественно, дочь. И вот что мы разбирали в течение этих больше двух часов, я ему задавал ключевой вопрос, есть ли тебе теперь ради чего жить? Вот есть тебе ради чего в этой жизни зацепиться? Если ты сможешь за что-то зацепиться, то есть шанс эту жизнь продлить, хотя ему врачи сказали, все, там, рак с метастазом и так далее. Нашим зрителям будет трудно в это поверить, но, тем не менее, он придумал, за что зацепиться, у него осталась внучка, он ее вообще душевненничал, и он сказал, я сделаю все, чтобы ради этой внучки прожить дольше. Из-за лечения, которое он проводил, но и из-за духовных изменений у него рак капсулировался. И он с вот этим раком, который уже был метастатический, а рак поджелудочный, он вообще очень агрессивный, он прожил больше 10 лет, и умер он вообще не от онкологии. Он по возрасту, ему было уже приличное лето, он умер от сердечного приступа, ну вот именно по возрасту. А обычно сколько с таким диагнозом живут? Очень быстро угасают, очень быстро. То есть вот это та история, которая ему позволила увидеть, как вырастает его любимая внучка. Какие-то есть вот такие примеры, упражнения, которые вы делаете и на себе применяете и понимаете, что вот оно работает? В целом я хотя бы спокоен, что я знаю, что если у меня что-то заболит, то для большинства случаев у меня есть упражнения. Если некритично заболело сердце, я сниму боли в сердце с помощью упражнений. У нас есть так называемая недыхательная гимнастика для лёгких, она улучшает работу сердца. Сколько по времени надо её делать? 5-7 минут в день. 5-7 минут в день? А там есть какое-то одно упражнение, которое мы бы сейчас могли с вами быстро сделать? Мы лучше сейчас заинтригуем мужчин другим. Я знаю, что если, например, заболел желчный пузырь, то я опять же, или поджелудочный, то я моментально это уберу опять с помощью упражнений, которые у нас есть. Наконец, если возникли какие-то боли, у мужчины возник простатит, застудил или ещё что-то. Раньше бы, например, лечение заняло у меня на неделе-две. А сейчас я знаю, что максимум за 3 дня я уберу очень простыми упражнениями. Вот о чём я говорю. Мужчины заинтригуем, потому что у нас этот ролик с упражнениями от простатита не просто так набрал 6 миллионов просмотров. Мы не собирались записывать видео от простатита в гимнастику. Мы с Ланой, с женой моей, сделали гимнастику для тазобедных суставов. Мы её очень долго вынашивали, очень долго продумывали. Потом наконец вот оно сложилось, я увидел весь комплекс. Она попробовала, говорит, о, супер, всё, сняли видео. И мужчины нам стали через какое-то время писать. Ой, ребята, спасибо, от вашей гимнастики для суставов у меня прошёл простатит за 3 дня. И таких писем было много. Я вот извините, просто свои годы не знаю до конца. Какие проявления? То есть это проблемы с потенцией? Нет, проблемы с потенцией это косвенный признак, даже не совсем простатита, это признак застойных явлений. А вообще это обычно у мужчин довольно ощутимые боли в промежности. То есть они чувствуют боль? Да. И после этих упражнений боль проходит? Да. И как получилось? Нам стали люди писать, что вот от ваших упражнений прошёл простатит, который никто не мог долго вылечить. Поняли, какие упражнения именно от простатита работают. Мы сняли их отдельно. 4 упражнения от простатита называются. Но сначала мужчины заходили, они кажутся очень простыми. Мужчины заходили на наш ролик и со скепсисом ха-ха, это поможет. Да нет, это не поможет. Какая чушь. 50 тысяч просмотров было в течение месяца. Для нас это очень мало. У нас обычно ролики набирают такого плана гораздо быстрее и больше просмотров. И первый раз пробовали ребята из Казахстана почему-то. И стали делать, и начали писать. Ой, доктор, спасибо, помогло, помогло. И потом, как оно пошло, и в общем на сегодняшний день там больше 6 миллионов просмотров, потому что это реально помогает. Ничего так, нехило. Побольше, чем у Юрия Дудя некоторые выпуски. Конечно, лучше делать лёжа, но даже банально можно схитрить. Вот мы и делаем сидя. Поставили ноги вместе. Упражнение называется скольжение, оно есть в двух вариантах. Одно с пользой для коленей, а другое с пользой для простаты и для тазобинок суставов. Потягиваем к себе и немножко развоем их вот примерно на ширину плеч. Я, наверное, сейчас думаю, что у меня плечи очень широкие, но примерно так всё-таки. И потом так же скользим обратно. И вот это вот движение, элементарное, казалось бы, ну, желательно потягивать ещё чуть ближе, и мы делаем 35 раз. И вот если так поработать, идёт очень мощная подкачка, только тут ключевой, вот у меня не очень скользит обувь, тут ключевой, чтобы она скользила. А, ключевой, чтобы скользила. Да, оно и называется скольжение. И когда обратно ноги выпрямляете, сжимаем, и вот скользим. Сидишь так на совещании, в принципе. Да, и скользишь. Раз, и про статус я немножко на три. Потренировал, потренировал. Вот шутки с шутками, да, но только медленно, но тут ключевое слово, потому что когда народ начинает делать быстро, эффект резко снижается, потому что должна плавно идти подкачка крови. Ну, что могу сказать? Действительно, вот чуть-чуть здесь мышцы напрягаются. Ну, там не напрягается, там подкачка пойдёт, только вы должны больше выпрямить ноги, когда вперёд. Они у меня просто короткие. Да нет, они просто не до конца их выпрямляют. Вы мне листите. Вот, и чуть ближе к себе подтягивать с разведением. А тут уже вот эти? Ну, ничего страшного, можно их отогнуть. А, окей. Вот если поделать подольше, то эффект, да, будет. Это на потенцию повлияет в итоге? Да. Дополнительно? Ну, если делать медленно и сводить их до конца. Вот в конце. А, вот так. А, вот это. Ну, и желательно всё-таки лёжа. А, понял. Пишу жене смс-ку, скоро приеду. Делаем медленней. Видите, как мне повезло. К вам очередь на три месяца. Сегодня я получаю. И смотрите, вы вот мыски разводите, не знаю зачем, а как подтягивать, вот, просто ноги в сторону. А, вот так вот. Там совсем другой эффект получится. Я уже устал. Ну, ладно. Ну, ладно, первый раз мы говорим, для новичков можно поменьше делать. Вот бывает, утром просыпаешься и уже устал. Уже ничего не хочется, лень. А бывает наоборот, максимум драйва. Вот могли бы вы помочь нам какой-то дать чек-лист, да, каких-то действий, что нужно делать, чтобы всегда с утра просыпаться на драйве? Надо обследоваться, потому что могут быть проблемы с сахаром, проблемы с щитовидной железой. Если речь идёт о молодом человеке, то первое, из-за чего, ну, здоровом молодом человеке, из-за чего бывает хроническая усталость, это, конечно, первый неестественный режим. То есть, человек ложится очень поздно. А очень поздно это когда? Под утро ложится, 3-4 утра, да? Вот уже это один из факторов хронической усталости. Второе, это избыток в питании, особенно утром углеводов, да, сладенького углеводов. А медленные углеводы? Гречки? Не важно. Я вот, конечно, каюсь, я тоже люблю сладенькое, вкусненькое, но я чётко знаю, что если я, например, встал и утром выпил сладкий кофе и потом ещё каких-то сладостей скушал, то у меня будет уже, через какое-то время меня накроет усталость, даже если я не устал. Можно даже попробовать человеку несколько дней отказаться от любых сладостей с утра, от любых углеводов и делать, например, белковый завтрак, ну, ту же яичницу, и посмотреть, как изменится состояние. Это ещё один фактор. Давайте вот его разберём. Я каждое утро гречку ем. Это медленные углеводы. Это тоже негативно влияет? А вы попробуйте несколько дней, есть белковый завтрак. С минимумом углеводов вообще, с минимумом сахара. Вот просто попробуйте, вы видите разницу. Хорошо, договорились. Дальше, очень важный фактор. Чем меньше двигаешься физически, чем меньше работаешь физически, то, как правило, тем больше устаёшь. То есть, ещё раз, человек, который ведёт малоподвижный образ жизни, он рискует получить синдром хронической усталости гораздо больше, чем человек, который занимается физически активной жизнью. То есть, я совершенно чётко знаю, что если я в любимых местах на море, где я очень много гуляю, двигаюсь, у меня нет никакой усталости. У меня может просто быть усталость, но у меня не будет чувства, что я бессилен потом утром стою, хотя уже сил нет. Вот я чётко знаю, что если я достаточно двигаюсь, то я себя чувствую великолепно. Если у меня есть возможность ещё в море поплавать, то у меня нет никакой хронической усталости. Ну и, конечно, ещё один важный фактор. Это, опять же, стресс. Гормоны стресса очень сильно, особенно хронический стресс, который не сбрасывается. Человек в постоянно нервном напряжении, у него появляется, как ни странно, та самая хроническая усталость. Но она как раз очень хорошо убирается в физической активности. Гормоны стресса хорошо сбрасываются за счёт физической активности и азарт. Как барон Михайзин, вытаскивает себя за волосы, другого пути просто нет. Самый длинный забор в мире находится в Австралии. И его длина составляет 5614 километров. И называют его забор Динго, чтобы обезопасить овец от собак Динго. А если вы счастливчик и решили жить за городом, то вам поможет партнёр сегодняшнего выпуска компания Мастеровит. Уже 23 года компания Мастеровит специализируется на изготовлении и монтаже заборов. Три отличительные особенности компании. Качественный металл, который Мастеровит закупает напрямую у крупнейших российских металлургических комбинатов Северосталь и НЛМК. Огромный собственный производственный комплекс, оснащённый европейским оборудованием, где непосредственно осуществляется производство заборов и других изделий. Высокотехнологичный цех порошковой окраски, где изделия приобретают оригинальное и антивандальное покрытие. Весь комплекс производства ограждающих конструкции Мастеровит делает самостоятельно, без посредника. Это тот случай, когда компания и произведёт, и установит надёжный забор. На сайте Мастеровит вы можете ознакомиться с полным каталогом продукции. Практичные заборы из профнастила, современные из металлического штакетника, элегантные заборы жалюзи, стильные заборы Ранчо, деревянные заборы и многие другие. И делюсь лайфхаком, как проверить качество. В момент установки забора необходимо проверить толщину металла с помощью электронного микрометра. Приятно, что в компании Мастеровит это стандарт работы. И перед установкой компания при вас сделает замер толщины столбов, лак и металлического наполнения забора. Это единственный способ убедиться в том, что вам привезли именно тот материал, за который вы заплатили. При оформлении договора скажите менеджеру по телефону промокод GETELMANIA и получите один из подарков. Набор для мангала или скамейку. В зависимости от суммы договора. Все подробности акции уточняйте у менеджера. На сайте Мастеровит воспользуйтесь онлайн-калькулятором для расчета стоимости, введя нужные параметры толщины, длины, высоты, цвета и металла. И в один клик получите предварительный расчет. Калькулятор доступен по ссылке в описании на сайте masteravit.ru GETELMANIA GETELMANIA Вы помните содержание вот такой исходной клятвы Гиппократа? Нет, честно сказать, нет. Мы решили посмотреть. Принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к эвтаназии. Так. Вы считаете, что у человека не должно быть право выбирать, когда ему пора закончить, если он уже мучится? Мы сейчас с вами вступаем на очень скользкую тему, но, например, я считаю, что у человека должно быть право при условии, что он страдает физически. Ну, например, онкология бывает настолько тяжелая, мучительная. То есть я не очень понимаю, почему человек при жизни должен подвергаться таким пыткам, которые, не знаю, сравнимы с пытками самых изощенных палачей. Поэтому, да, есть ситуации, когда, наверное, человек должен сам принимать решение. Вот. Не знаю, очень такая спорная тема. Окей. Принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам. Тоже неоднозначная тема. Бывают вообще крайние ситуации, когда, ну, хорошо, женщина забеременела от насильника, да, или женщина больна, тяжело. То есть тут, скорее, вопрос больше религии, чем, наверное, скажем... Медицина. Медицина, да. То есть вот эти темы, которые вы поднимаете, это вопрос веры, кто во что верит. Это религиозный вопрос, это не вопрос медицины. Но вы, как считаете, нужно оставлять за женщиной или там семейной парой право принимать решение? Конечно, есть миллионы ситуаций, когда просто, если это решение не будет принято, она погибнет. Ну, например, вариант. Или она погибнет, как ни странно, духовно. Другое дело, что, конечно, не должно быть вот такого а, лёгкую я побегу, забегу, сделаю, да. Конечно, с женщиной в этой ситуации должны работать психологи. По-хорошему. Но где мы найдём столько честных, порядочных психологов? Или кто вообще это будет решать? Какой-нибудь очередной чиновник? У нас чиновников мало, которые всё зарегулировали, вообще всё, что можно. Сходи к депутату, пусть он разрешит сделать репутат. Последний, третий пункт, который нас заинтересовал. Обязательство об отказе от интимных связей с пациентами. И когда мы готовились, у нас в редакторской команде рассказали мне, что у них есть друзья. Один, значит, гинеколог, другой пластический хирург. И вот что это их друзья. И они всё время расскажут, что прям с каждой второй у них секс. Не знаю, я про такое не знаю, чтобы каждый второй или вообще чтобы было много. Но, наверное, когда я был юн, у меня какие-то истории могли бы случиться. Но, во-первых, сейчас реально я могу без всякой иллюзии рассказать, что у меня реально с женой настолько хорошее отношение, что мне не хочется приключений вот такого рода. Только у дураков всё квадратное. Возьмём ситуацию, а вот реально доктор и пациент влюбились друг в друга. Ну, влюбились, но я знаю таких историй масса. То есть и поженились. А что, мне нельзя было вступать в интимные отношения, когда они влюбились? Кстати, про те же аборты. Опять и спорная тема. Насколько я знаю, у каждой женщины происходит в течение жизни самопроизвольный аборт. У неё была задержка, потом бац, и всё разрешилось. Значит, так можно, а сама она не может принять решение. А у неё плод не закрепился, не готов. Вот ещё раз, у дураков всё просто и квадратно. За что я однозначно выступаю, особенно сейчас, когда вот проявились вот эти дикие вещи запретов пандемийных хавычках, за что я однозначно выступаю. Я выступаю за свободу воли человека. Но, конечно, она должна быть здравая. Понятно, что если нас всех держат за идиотов, то нам говорят, вот это ты можешь, а это не можешь. Или мы решаем, что мы всё-таки взрослые люди, хотя не все люди на планете Земля соответствуют этому понятию. способным быть взрослым. Да, но если мы решаем, что человек это взрослое существо, он сам за себя несёт ответственность. Вот я выступаю за это. Хотя, конечно, какие-то ограничения разумные должны быть. Но здесь скорее разговор о том, чтобы человек рос духовно, и ему не нужно было законами писать тысячи запретов. Чтобы человек вырос духовно, наконец, чтобы мы не зависели от каких-то дядей, тёти, в мантиях депутатов, судей или ещё кого-то. Но, да, опять же, я не питаю иллюзии, я понимаю, что ещё не все люди к этому пришли. Но для самого себя я самый строгий судья, могу сказать это точно. Я стараюсь быть осознанным. Когда вы решили написать первую книгу? Первую книгу я написал лет так в семь. Я писал какие-то сказки, пытался писать периодически до 18 лет. В 18 лет меня абсолютно полностью пробило, что пишу я плохо. И я это дело бросил. То есть я понял, что я ни хрена не умею писать. Потом, как раз, когда я работал в центре артрозов, пришла на приём женщина и говорит, Павел Валерьевич, а не хотите ли вы для нашего журнала, как сейчас помню, это были добрые советы, написать статью? И называют сумму, сколько они платят гонорар. Гонорар был такой, что, по-моему, я, как врач, такую сумму мог заработать только за два месяца. Я говорю, конечно, конечно, с удовольствием. Написал, и выяснилось, что вот научно-популярные статьи я пишу очень легко. В общем, эта лавочка для меня прикрылась, но тут пришёл ко мне, например, товарищ, журнал «Мир здоровья» и говорит, «Павел Валерьевич, хочу вам дать колонку в нашем журнале медицинскую». Ну, я к этому времени уже решил, что я могу. Я говорю, да, легко. Ну, писал я уже, в общем, научно-популярные вещи неплохо. Сейчас понимаю, что не очень хорошо, но неплохо. Вот. Но, тем не менее, я стал вести колонку. У меня набралось, по-моему, статей моих 50. Я думал, пора издать книгу. Я пришёл в издательство «Оникс», говорю, «Я хочу написать книгу для вас». У меня уже, в принципе, материалы есть. Наверное, на меня опять посмотрели очень странно, как это было часто в моей жизни, но они говорят, «Вы знаете, вообще мы так не делаем. Но через 3 месяца будет книжная ярмарка, и нам нужно туда книгу по такой тематике, которую я им как раз и предложил. А вот если вы книгу сможете написать за месяц, то мы вас и сдадим». Я написал эту книгу за месяц, во-первых. Ну, вот, собственно, с этой книги и стартануло. Потом уже были остальные. Какие-то правильные вещи у меня получались порой вот сами собой. То есть я не пробивал бомб стену, а просто вот оно получилось. Это вообще признак того, что ты двигаешься в нужном направлении. По крайней мере, в гармонии с собой. Про YouTube. Сколько лет вы работали простым врачом перед тем, как завели свой YouTube? Мне вообще-то всегда нравилось телевидение. Ну, хотел я там. Ну, нравится мне телевидение, да. Не знаю, почему. Вот опять это вот с детства тоже шло. Какие-то вещи, да, мне нравились. Меня несколько раз приглашали и на первый канал, и на Россию. Я там выступал. Как-то вот плотно не завязывался. То есть отдельные выступления были, и все. Их было много. Но ведущим я там не стал. А вы прям ведущим хотели быть на телевидении? Да. То есть не просто гостем предложил? Нет, но я хотел свою программу. А, что своя программа была. И потом получилось совершенно случайно и не совсем случайно, опять, как это у меня часто бывает, мне звонит мой хороший товарищ Стас Кучер, говорит, у тебя встреча на телеканале РБК. С любимым. Он тогда возглавлял канал. У тебя будет ровно три минуты. По итогу этих трех минут меня берут на РБК вести утреннюю программу «Ваше здоровье» с доктором Евдокименко. Дрессура была жесточайшая. То есть больше я, наверное, в своей жизни не помню. Как вы себе объясняете, почему вы популярны? Потому что вы сегодня, получается, самый популярный врач на Ютубе. Больше трех миллионов подписчиков. По-моему, ни одного врача больше нет. Ну, я не очень отслеживаю. Вроде бы да, но деталей я не знаю. Один из моих издателей книжных, когда мы обсуждали с ним, почему на тот момент мои книги были не очень популярны, он говорил, «Павел Валерьевич, вот вы не умеете продавать какую-нибудь шизофрению. Вот вы бы говорили, давайте все лечиться, там, как было одно время. Ну, извините, уж из песни слов не выкинешь, все лечатся уринотерапией, мочой, да? И вот эти книжки, говорит, великолепно продаются. Потом все лечатся содой. И эти книжки великолепно продаются. А у вас такого нет. У вас все там, ой, серьезно, надо разобраться, давайте подумаем. То есть на какой-то момент люди думать не хотели, это не было востребовано. Когда я занялся Ютубом, мы так понимаем, что там было еще вот это все, давайте все лечиться содой, давайте все лечиться, там, не знаю, огурцами, уринотерапией, еще чем-то, да? Но к этому моменту люди уже наелись вот этой вот такой, я не знаю, как эту информацию называть, но слегка... Поверхностно. Да это даже не поверхностно, но это... Обман. Это некая шизофрения, да? Но невозможно все болезни вылечить одним и тем же способом. И тут появляемся мы с разбором каждой ситуации, да, грамотно и очень внимательно подходили к гимнастике. То есть у нас было полное понимание, что и почему мы делаем. Даем гимнастику очень аккуратную, очень мягкую, такую, как она и должна быть для лечения пациента, больного человека. А смотришь иногда, ну, конечно, смотришь порой, поначалу смотрели, как другие дают. Помню, нас тогда с Ланой поразила гимнастика для лечения коленей. Молодой мальчик лет 20 там в присядку приплясывает. Да, мальчик дорогой, ты никогда не видел, значит, больного артрозом в коленах, потому что ты бы понимал, что это не то, что не работает, это убьет колени. у человека, больного. Наверное, просто мы стали давать, ну, очень адекватную информацию, которой в тот момент явно не хватало. А сейчас на нее уже вообще я чувствую, что, ну, появился настоящий спрос. То есть люди хотят адекватной информации, люди не хотят больше лапшу на уши. Давайте всех лечить уринотерапией или там солеными огурцами, да, давайте вот разбирать ситуацию. Нам и пишут, что спасибо за обзор, я понял, в чем проблема, почему я заболел. Вот мы и стали делать такие полноценные обзоры. А зачем, в принципе, врачу YouTube-блог? Ну, могли бы просто лечить людей или лечить? Я делаю по жизни и стараюсь, и, кстати, учу других людей в своих книгах, что человек должен делать то, к чему у него лежит душа. Вот, я еще раз говорю, у меня лежала душа к написанию книг, медицине, у меня лежала душа к телевидению, а тут получилось, ну, и такое вот свое небольшое телевидение, да, просто мне это нравится. То есть, не было в этом никакого другого смысла. Я просто думаю, что есть такие врачи, которые, может быть, тоже бы и хотели поснимать какие-то видео полезные, но они там не решаются на это, потому что считают, что, ну, это несерьезно как-то, какие-то ролики снимать для интернета. А вот людей лечить, это да, это дело. Вот всю свою жизнь, чем бы я ни занимался, мне все время говорили, ты делаешь все неправильно. Вот я это слово, поэтому мне в какой-то момент на слово неправильно или несерьезно, мне стало просто наплевать. Играю ли я, играл ли я вот в то время в настольный теннис? Я играл неправильно. У меня свой дурацкий стиль, он, кстати, не очень приятный, а для противника он вообще неприятный, ужасно. Занимался ли я, рукопашным боем или боксом. Я тоже, у меня совершенно неправильный стиль. Мне все время об этом говорили, но при этом я достигал успехов. Играл ли я в футбол, мне все время говорили, а я долго играл в футбол и достаточно плотно. Ты играешь не так. То есть, я вот это вот слышу, чем бы я ни занимался. Мне все время говорили, ты занимаешься не тем, не так, не эдак. Я когда пришел в центр артрозов, работал, там местные врачи, я это сейчас помню, они смеялись. Ты ушел из бизнеса в нищую медицину к нам сюда. Да ты что, с ума сошел? Мне даже тогда вот это слово произносилось. Правда, уже через буквально там 2-3 года я на этом зарабатывал вполне прилично. То есть, это позволяло мне вполне нормально жить. То есть, поэтому вот эти слова, ты делаешь что-то неправильно, меня как-то не очень пугают. Я делаю то, что мне нравится. Руководство вот этого центра, они знают, что за доктор у них работает? Ну, знаю, конечно. То есть, они понимают, что вы там создаёте для них какой-то невероятный объём трафика? У них и так всё хорошо. Люди, которые там работают, там вот как-то удалось собрать таких врачей, которые тоже работают порядочно, у них свой поток, для них без разницы, работаю я там или нет. То есть, как-то вот мы все странные, не особо бизнесмены, очень такие, достаточно скромные люди. То есть, мы не считаем себя там звёздами какими-то, и я себя не считаю звездой. Как вы выбираете тему для выпуска? По вопросам зрителей, то есть, я чувствую, что вот эта тема меня просит, она востребована, но до каждой темы я должен дозреть. Если я чувствую, что я вот по этой теме созрел, если я могу её представить так, что мне не будет стыдно перед самим собой, в первую очередь, тогда я эту тему делаю. Иногда я просто чувствую, что вот пришло время сделать на эту тему программы. То есть, опять нет какого-то бизнес-проекта. Как у вас происходит процесс подготовки? Потому что со стороны может показывать, что вы просто стоите в камеру, что-то там наговорили, то, что в голове есть, и поехали. Или у вас есть какая-то подготовка? Ну, сценарий в среднем не меньше 8 часов. Подготовка к сценариям? Пишу сценарий, готовлю материал. Иногда дольше, иногда чуть меньше. Не помню, чтобы было меньше 4 часов написания. И вы сами это делаете? Сами пишете сценарий? Да, потому что я никому не доверю эту часть программы, скажем так. Потом мы снимаем, вот 10-минутный ролик у нас обычно уходит. Мы пишем по несколько дублей, и, правда, это не спасает, и все равно бывают косяки какие-то, да, но в целом мы делаем по несколько дублей. потом мы начинаем с нашим оператором Дима это монтировать. То есть он смонтировал, прислал, я посмотрел, мне не понравилось, сказал, это вырежи, это оставь. И вот несколько раз туда-сюда это перетусовывается, это занимает еще там порой полдня. Ну, то есть каждый ролик это где-то 3 дня работы. Окей. Ну, смотри, с одной стороны, вы, сейчас рассказывают про себя, белого пушистого доктора, который, значит, добро в мир, просто так за свой счет снимаю YouTube, все, значит, было так, да. Хорошо, не коммерческое, но кроме денег есть другие, киш, мотивы у людей, например, слава, признание. Для вас это важно? Что вам пишут, что вам хвалят, выложили ролик, там посыпались, ой, доктор Евдокименко, вы, спасибо вам, и так далее. Это же приятно, наверное. Я не питаю иллюзий, да, никаких. Если вы посмотрите известную историю, да, то одного и того же человека, или там, не человек, а высшую сущность могут возносить, а потом та же толпа будет кричать раз по него. Я не питаю иллюзий. То есть, я делаю то, что мне нравится, то, что я считаю нужным. То есть, вы просто понимаете, что в любой момент все, кто сегодня пишет, что они вас любят, что-то случится, и они начнут ненавидеть. Мало того, я в своей книге, у меня есть такая фраза, да, запомни, я людям об этом говорю, что твой кумир хотя бы однажды в жизни обязательно облажается или он не облажается, но ты будешь думать, что он облажался, то есть, ты не поймешь то, что он сделал. Да, есть же такая фраза, не сотвори себе кумира. Я всегда предупреждаю, даже в книгах, будет момент, когда любой человек, который тебе будет казаться кумиром, потом ты вдруг будешь в нем дико разочарован. поэтому я не питаю иллюзий. Я вообще человек, живущий без особых иллюзий и без самомнения какого-то. Я прекрасно понимаю, что я не все в мире знаю. Я прекрасно понимаю, что в любом деле возможны ошибки. Все, что делаю я, я только стараюсь число этих ошибок свести к минимуму. И да, стараюсь сделать этот мир чуточку лучше. Вот у меня бабушка была судьей Верховного Суда России. К ней за справедливость ехали со всего Советского Союза. Она просто пыталась сделать мир лучше. Говорили, вот в Советское время судьи не выносят оправдательных приговоров. Вот она бы на силу. Вот она всегда говорила, если остается 10% профессионалов, которые честно делают свою работу, мир живет. Когда станет меньше 10, ну, собственно, то, что сейчас происходит, это с моей точки зрения, вот что происходит с этой псевдопандемией, да, это вот результат как раз того, что профессионалы стало меньше. Как можно диагностировать вот такие психосоматические заболевания? Мы вроде пытаемся называться гомо сапиенс, то есть человек должен сам анализировать свое состояние и, конечно, беседа. То есть, еще раз говорю, к семье, если кто-то болеет, первый вопрос. Любимый, любимая, что не так, почему ты заболел, что тебя терзает? Если удается это разрешить, чем быстрее удается этот вопрос выяснить, чем быстрее человек смог скинуть вот эти свои эмоции, которые привели к болезни, тем больше шансов на быстрое выздоровление. Конечно, если это уже переходит в стабильную хронику, то тут уже труднее. По интернету гуляют разные карты, что, значит, болит ухо, это то, болит нога, это то, еще что-то. Какие все-таки реальные причины следственной связи вам удалось заметить? Давайте перечислим, 3, 5, 6, может быть, конкретных примеров. Если здесь, то возможно здесь. Ну вот, предметом моей гордости является карта психосоматики, которую я опубликовал на своем сайте Ведокиминка.ру, да, и которую я опубликовал в книге «Психосоматика. Самые опасные эмоции». Почему предмет моей гордости? Потому что я, конечно, видел другие карты психосоматики, многое там притянуто за уши. У меня карта психосоматики меньше по размеру, но там хотя бы я знаю, что то, что я там пишу, это все-таки соответствует действительности. Ну, про колени я уже сказал. Это тазобедный сустав, например. Есть такое понятие, когда у человека тазобедный сустав поврежден, я первый вопрос, куда у тебя ноги не идут? Вот у меня есть хороший товарищ, юрист, судится, ну, как юрист со всякими силами и органами. И, конечно, ему не раз угрожали, и всякое бывает. И первый вопрос, когда у него это случилось, куда у тебя ноги не идут? Он говорит, куда, куда, на работу, конечно. То есть даже человеку не пришлось долго думать, потому что постоянно напряжение. Плечо, например, больное, очень сильное желание сдержанное, естественно, кому-то сильно треснуть. Вот прям агрессия такая, хочется двинуть, а человек сдерживается. Отчего болит поясница? Вот у поясницы, у нее на самом деле несколько разных причин. Очень часто депрессия. Человек начинает ныть поясницы, ноющие боли. Вот русский язык, он ведь подчеркивает, заметен, ноющие боли, депрессия. Очень часто хроническое раздражение, интимная неудовлетворенность. То есть чувство, что на себя человек завалил слишком много. Это вот как раз поясница. Там еще и другие есть, но это я перечислил такие основные пункты. То есть поясница один из самых психосоматических, как я говорю, органов нашего тела. Интересно. Какие еще? Сердце? Тоже часто начинает болеть? У сердца, конечно, есть даже понятие, не просто так. Вот русский язык, еще раз говорю, он могучий в этом смысле. Сердобольный человек, кто переживает очень много за всех, за все, за других. На самом деле, да, практически много органов. Тот же желчный пузырь от напряжения, от злости у человека сжимается, все, да, у него перекрываются протоки, сфинктер сжимается и все, и нарушается отхождение желчи. Желудок, естественно, да. Вот изжога, да, казалось бы, у многих. Я по себе знаю, если у меня появляется какой-то хронический страх о чем-то, из-за чего-то, я с ними довольно уверенно работаю, но тем не менее, если у меня это появляется, у меня тут же начинается изжога. Мы говорим о том, что вот изжога, да, например, многие там таблетки пьют годами, а у них страх сидит внутренний, да, вот, ну, человек, там, страх может быть какой угодно, работу потерять. Человек постоянно в напряжении, он сжат, у него прям желудок начинает сжиматься условно. Я, конечно, упрощенно говорю, это не по-научному, в своих программах я так не позволяю, я выверяю каждое слово. Почему? А потому что очень много хейтеров, причем многие из них это врачи, которые на меня обижены, что я какие-то секреты рассказываю и, конечно, ловят каждое слово прям подловить, где доктор Евдокименко ошибется, все, это просто у них кайф, доктор Евдокименко, о, я подловил. Причем очень часто, знаете, смешно получается, он мне пишет, вот, вы ошиблись, я вас подловил, и потом я ему отвечаю аргументированно, выясняется, что он меня вообще ни одним боком не подловил, потому что в своих программах я все-таки стараюсь не допустить, чтобы можно было хоть к чему-то придраться. Мы очень долго выверяем наши сценарии, я понимаю, что я не Господь Бог, и у меня могут быть ошибки, да, и чем отличается умный человек от дурака, я все-таки, наверное, не дурак, поэтому я, даже то, что я делаю, я всегда подвергаю сомнению, я всегда допускаю, что я чего-то не знаю, что где-то я могу ошибиться, я сам себя сужу самой строгой меркой, будем так говорить. гинекология. Первое, обида на мужчин, очень часто, первое, женская неудовлетворенность, женское недовольство, ну и говоря о женской неудовлетворенности, мы говорим два варианта, бывает, что женщина просто недополучает удовольствие какого-то, ну, потому что она, мужчина не соответствует, мужчину она не научила, как собой себя вести, или у нее просто нет мужчины. А есть ведь еще интересная такая тема, когда женщина просто не раскрыла в себе свою женскую функцию, и поэтому вроде бы и виноватых нет, она просто не раскрыта, но психосоматически у нее органы находятся как бы упрощенно, опять же мы говорим, упрощенно, в сжатом состоянии, то есть она не раскрылась как женщина. Это вроде нечистая психосоматика, но если копнуть, это все равно, конечно, заложено внутри, воспитанием, общественное мнение, еще что-то. То есть не соответствует ее физических потребностей, тем возможностям, которые у нее есть. Супер. Вот если сегодня человек в целом, может быть, даже нормально себя чувствует, или у него есть какие-то проблемы, могли бы вы перечислить список анализов, которые нужно сделать, как такой чекап, чтобы в целом проверить свой организм? Хороший автомеханик скажет очень простую вещь. Если машина хорошо бегает, ничего не стучит, ничего не гремит, то в общем не надо ничего лезть, не регулировать. Но если уж человеку хочется прямо на всякий случай проверить, хотя с моей точки зрения нет симптомов, что лезть-то в это дело, но хочется человеку проверить, то сдаем клинический анализ крови, он еще называется общий анализ крови. Это тот, который раньше брали из пальца, но сейчас его научились брать из вены. Ну, смотрим печеночные, например, показатели, да, это ЛТ, АСТ, билирубин, смотрим показатели, опять же, работы почек, креатинин, мочевина, мочевая кислота, ну, еще цирреактивный белок, посмотреть, нет ли где воспаления. С моей точки зрения, что если человек здоров, то, в общем-то, больше и не надо лишних анализов. Конечно, можно сдать анализы крови на щитовидную железу, еще на что-то. Ну, вот сейчас, я знаю, очень популярно для нутрициологов, они говорят, на витамины проверить, каких витаминов хватает, не хватает. Потому что как-то рацион твой меняет, и ты, значит, бодрее себя будешь чувствовать. Вот. Что это все? Обман? Бизнес, скажем так, потому что, а, анализы на витамины, во-первых, не везде их правильно делают, довольно частые ошибки. Они не всегда точные, они еще и дорогие. В сумме. У современных людей редко бывает авитаминоз, потому что в целом, конечно, наше питание более-менее полноценное. Тут, скорее, вот если человек вегетарианец, тогда ему, или тем более веган, тогда ему лучше проверить, особенно витамины группы В и другие. Но в целом, еще раз, человек, который чувствует себя нормально, тратить время, деньги на какие-то сильные обследования, не знаю, не вижу особой нужды. 41% россиян не доверяют поставленному диагнозу по опросам в СТОМ и идут перепроверять у другого врача. Почему такое низкое доверие к врачам в стране? Ну, не только у нас, это вообще, ну, у нас-то вообще люди, как говорится, каждый разбирается в медицине и в футболе. Но, в принципе, я бы во многом с россиянами согласился. Другое дело, где найти хорошего врача, если даже мне приходится, ну, например, какая-то тема, не знаю, стоматолога, да, я же не пойду к первым попавшимся. Ну, к сожалению, ситуация такова, что я буду искать по знакомым, по своим каналам каким-то. Это касается любой области медицины. Ну, а дайте вот свои критерии, вот если я человек, мне нужен врач в какой-то области, я сам не разбираюсь, как выбрать? наверное, по отзывам, там, знакомых искать, то есть, в первую очередь, даже не отзывы в соцсети, потому что отзывы могут быть накручены, или наоборот, какого-то хорошего доктора обложат специально конкуренты комментариями, негативными. Нет, это ненадежно. Вот именно через какие-то руки, да, других. Хорошо. Но непросто, еще раз, даже мне порой в некоторых областях найти хорошего врача достаточно сложно. Окей, про вас почти везде только позитивные отзывы. Нет. Но, но, мне удалось найти два негативных. Да, И я хочу их зачитать, и чтобы ответили. Окей. Можно? Итак, первый. Доктор решил оплаченное мною время приема посвятить чему угодно, только не моему здоровью. Это про вас так пишется в отзыве. Принесенные мной анализы смотрел сквозь. Выдал типичный для всех пациентов набор назначений. Данное МРТ вообще решил не смотреть, зато хотел поболтать на другие темы. Ну, это абсурд, потому что любой из людей, которые у меня были, знает, что я, ну, вот приходит ко мне буквально, когда вчера, да, женщина, она пришла без анализов, без МРТ. С одной стороны, мне бы с нее, казалось бы, надо взять деньги, да, но я ей говорю, извините, я с вас брать деньги не буду, вы, пожалуйста, идите, и придете ко мне уже, когда у вас будет МРТ-анализ, потому что это просто исключено, чтобы я их не смотрел. МРТ обязательно во многих ситуациях, нет, есть какие-то болезни, где МРТ не требуется, если у нас речь о подагре, то там МРТ не требуется, ну, и анализы тем более, поэтому, ну, это абсурд. Окей, хорошо. Кстати, у меня ведь есть правило, вообще-то это я только для вас сделал исключение, есть правило, никогда не оправдывайся, потому что, когда ты оправдываешься, ты заведомо ставишь себя в проигрышное положение. Согласен. Но здесь настолько абсурдное обвинение, что даже смешно. Хорошо. Второй комментарий, вот, ну, правда, два нашли, да, поэтому в основном да, наверняка есть еще где-то. может быть еще, но вот мы два встретили. Разрекламированный врач Евдокименкова, п.в, судя по всему, это про вас, отказался принимать меня. Мне отказали по причине, что мне 80 лет, а он не лечит людей старше 70 лет. Ну, вот сегодня у меня была женщина, единственное, что мы всегда людей, ну, 80 лет была женщина, да, мы единственное, что предупреждаем, что, ребят, я могу помочь в случае болезни, но я не лечу возраст. Поэтому, да, мой секретарь предупреждает, когда имеет дело с возрастными пациентами, что отнеситесь с пониманием, что доктор не всегда может помочь. Поэтому мы говорим, вы подумайте, да, стоит тратить деньги или нет. Ну, возможно, было какое-то недопонимание, ну, когда общался человек с секретарем. Может быть, кто-то чего-то не понял. Еще раз говорю, я и сейчас могу сказать, что мы предупреждаем, что возрастные случаи лечатся гораздо тяжелее. Это правда. Там, где у 20-летнего идет быстрое восстановление, то у человека, скажем, старше 70, не у всех, потому что бывают отлично подтянутые 70-летние люди, но вообще-то просто печальный факт, что после 70 вот эти процессы восстановления становятся гораздо труднее. Об этом мы предупреждаем. И, кстати, что еще накладывается, что люди в каком-то возрасте начинают то, о чем мы говорили, с вами потреблять безумное количество лекарств. Да мне не болезнь, приходится лечить. А приходится лечить именно последствия приема таблеток. Вы очень удивительный человек тем, что вы еще играете в компьютерные игры. Я узнал, что вы входили в топ-100 самых продвинутых игроков Call of Duty. Ну, не продвинутых, а по статистике входил. По статистике? Да. Больше всего в рейтинге. Ну, да, что-то такое было. Давно. Как так вы находите на это время, что надо много играть? Ну, получилось смешно. У меня сына было тогда лет 8 или 9, он стал играть в Call of Duty. И вы ему не запрещали? Большинство жалеет или против? Ну, А почему я должен запрещать? Все равно, ну, моим, может быть, родителям запрещали смотреть телевизор, а до этого запрещали книжки читать. Ну, это глупости. Мир меняется, мир развивается. Вопрос только, конечно, что компьютерные игры не должны занимать у человека все время, но это один из видов развлечений. Почему нет? Развивает реакцию, кстати говоря, развивает моторику, скорость реакции, скорость мышления. Потому что, если думают, что вот так мышка подвигла все, нет, там надо продумывать. И мы играли с сыном, играло в то время в Call of Duty очень много людей. Сын все время был на первом месте, а я очень долгое время, каждый матч, я где-то, ну, в серединке. хотя мне кажется, я грамотно стараюсь играть, что такое, я думаю, ну, как же мы все время на первом месте, а он включает микрофон и на обе команды детским голосом, Илья, малей, король, королей, я первый в двух командах, как всегда. И там начинается, играют взрослые мужики, порой там начинается, кто-то смеется, кто-то плачет, когда понимаешь, их ребенок порвал, маленький, девятилетний, ну, они не знают, сколько лет, но детский голосов. А я думаю, ну, как же у него так получается-то? Я как-то раз просто встал у него за спиной, думаю, как, почему он на первом месте всегда? И понял, что, ну, помимо его сумасшедшей реакции и точности, он еще очень агрессивно играет. И мне хватило одного матча посмотреть, как он играет, и я стал играть даже более агрессивно, чем он. У него, конечно, точность, мастерство было выше, детская реакция, там, феноменальная какая-то, но я стал играть еще более агрессивно. И поэтому каждый матч практически заканчивался так. И он на первом месте, я на втором. Поэтому у нас были ники полей 1, а я был уж скромно полей 2. У нас изменилась вот эта вот присказка, он включал микрофон и говорил, полей, полей, короли, короли, мы первые двух команды, как всегда. Было смешно, когда лет 10 спустя я играю, и какой-то человек, который я не знаю, заходит, полей, привет, ну, привет. Полей это никнеймы ваши? Да, да. Он говорит, а это, вот ты тот полей, который короли, королей. Я говорю, ну, да, блин, приятно, спустя 10 лет человек узнал. Сколько времени, не знаю, в неделю вы играете в среднем? Да когда как. Я могу, вот сейчас я уже месяц не играл в Call of Duty, да. А когда вот так уже садитесь? Ну, бывает каждый день по 3-4 часа. Вот как, еще раз, я человек, который живет увлечениями, эмоциями, азартом, да, если мне азартно, я могу играть, да, не азартно могу не играть. Конечно, я играю, не забывая о своих делах, и обязанностях. Я когда-то понял, что мы же с вами для YouTube снимаем. И вообще-то есть вероятность, что эти видео сохранятся столетиями. Представьте, что вас будут смотреть ваши пра-пра-пра-правнуки. Какую бы одну мысль вы бы хотели им транслировать? Возможно, действительно будут смотреть это видео. Друзья, старайтесь по максимуму быть честными, потому что то, что мы получили, я считаю, это результат того, что реально огромное количество людей, жило в каких-то масках условных, да, вам нечестно, все, ну не все, но очень многие другого обманывали. Вот, будьте честными и светлыми, то есть, несите какую-то любовь, какое-то добро, потому что это очень важно, чтобы мы победили в нынешней истории. Какое слово конкурса? Что людям надо будет написать в комментариях? Вот я бы предложил, давайте, самый интересный комментарий по теме психосоматики, причем не обязательно в поддержку моей теории, можно даже со мной поспорить, но главное, чтобы это было интересно. Супер. Но не так, что нет никакой психосоматики, нет, давайте интересно это обсудим. Но на самом деле, конечно, просто, вот самые интересные комментарии, неважно, в плюс, в минус, но по психосоматике. Пушка. И сколько книг мы подарим? Ну вот у меня сейчас лежит пачка 20 книг. Итого, 20 самых интересных комментариев, комментаторов получат ваш книгу с автографом. Окей. Ура. Кительмания. 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 Кительмания.